Привет всем ребята, на связи GrimOptimist и сегодня мы с вами посмотрим новые ответы на вопросы касательно Песочницы. Тут недавно был стрим, да, и Вейдер поделился своими планами, точнее не своими, а планами компании, да, по дальнейшим изменениям в Песочнице. К сожалению, меня все еще не позвали в Песочницу, приглашение не пришло, я не знаю по каким причинам, специально так или случайно просто совпало, но вот факт остается фактом. Поэтому рассматривать, знаете, какие-то конкретные цифры смысла нет, потому что я имею как бы мнение о том, что сейчас там происходит лишь косвенное, поскольку оно базируется на чужих каких-то наблюдениях, да. Но вот послушать именно ответы на вопросы, да, то есть мне кажется это интересно и для этого не нужно на ней играть, просто чтобы понять куда собираются идти разработчики, что они собираются делать. Вообще надо еще небольшую такую прелюдию, да, сделать то, что я заметил, вот чем дальше, тем больше каких-то негативных мнений о Песочнице, то есть я вообще ни разу не слышал, чтобы мне кто-то написал, сказал, что Дима, короче, в Песке все круто, делают правильно и так далее. То есть если на моих стримах или где-то в комментариях кто-то пишет про Песочницу, это всегда идет хейт, то есть, да, то, что, господи, еще хуже все делают, вообще ничего не в состоянии разработчики сделать, отвратительно все, лишь бы делают просто, чтобы показать, что да, мы делаем, вы главное сейчас донатьте, побольше играйте, а мы делаем там, да, долго будем еще делать. Вот, то есть у людей вот такое вот мнение, это не мое сейчас мнение, это вот именно общественности, да, оно постоянно просто сыпется вот на меня, да, и у всех такое мнение, то есть вот говорю еще раз, ни разу я не слышал, чтобы кто-то сказал, что молодцы, круто, пусть делают, то есть все, все ненавидят Песочницу. Есть, наверное, какие-то на это причины, давайте посмотрим, что разработчики собираются в будущем делать в этом самом Песке, да, и чем нам это грозит. Итак, первый вопрос, так, какие цели и задачи мы, почему-то мы, кстати, преследовали, запустив Песочницу еще месяц назад? Нам отвечают, что сейчас Песочница представлена только 10-й уровень, это сделано осознанно, 10-й уровень это те танки, которые позволяют играть в кланах, ротах и участвовать на ГК. Мы начали с десяток, чтобы спуститься потом вниз, но это мы уже слышали на самом деле раньше. Объем работы на девятках будет не меньше, ведь там танки не только в топовой комплектации, но и с точки зрения принятия решений, но с точки зрения принятия решений и ролевого разделения 10-й уровень, пожалуй, для нас самый сложный. Да, не надо забывать то, что на девятых же уровнях, хотя и на десятках, на некоторых тоже есть прокачиваемые пушки, да, там и некоторые модули, но на девятых там это везде. Ну, пока, ответ такой, то есть ни о чем на самом деле. Общий вопрос, общий ответ. Далее, впереди восьмые и девятые уровни. На тест будет допущено больше людей. Нам говорят, да, тестировщиков потребуется больше, ведь там будет система, приближенная уже к случайным боям. В планах там у нас показать и новый балансировщик, ведь в условиях трех уровней его работу уже можно будет оценить. Но пока необходимо закончить с десятыми уровнями. Ну, жду приглашения, что я могу сказать. Что касательно балансировщика, информации нет, то есть просто сказали, что он будет, а что будет, как будет, почему, ничего не ясно. Какую роль играет ИС-7? Это уберштурмовик. Благодаря повышению роли брони он стал очень защищенной машиной, на нем легко, на нем можно далеко и успешно продавливать направление. Ну, он так и задумывался, насколько мне известно. Что мы поменяли для баланса 2.0? Больше всего мы поменяли ТТХ танков. Это были как системные, так и точечные правки. Мы ставили большое количество целей на баланс 2.0. Это возвращение брони, возвращение маневренности для средних танков, возвращение былой славы светляков. Мы пришли к решению, что каждому танку, каждой роли нужно дать какую-то фишку, которая поможет вам быть эффективным и побеждать. Ну, очень общий опять-таки ответ, да. То есть, я даже не знаю, как это прокомментировать. Звучит это все, конечно, знаете, на словах ты Лев Толстой, да, звучит все классно, но очень общий и без какой-то конкретики. Ну, не знаю, получится у них или нет, сложно, короче, ребят, сказать. Уверены ли мы, что игроки хотят столь радикальных изменений? Игра менялась постепенно, и в какой-то момент мы пошли по пути медленной эволюции в не совсем верном направлении. Какой эволюции они пошли медленной? По-моему, они попушли, попушли, говорю, пошли по пути медленной деградации какой-то или регресса. Блин, какой эволюции медленной? Ну, говорят, не в совсем верном направлении. То есть, введение ПТ с альфой 1750, да, это, видимо, в не совсем верном направлении они называют, да. То есть, как бы, ну, ладно, понятно, что он смягчает все, типа, да, он же не может сказать, что мы обосрались, то есть, понятное дело, да. Ну, звучит это очень смешно. Теперь же мы пытаемся быстро эволюционировать в правильном. Нельзя сказать, что мы вернулись назад, потому что, по ощущениям, игра сейчас похожа на ту, какой она была 4 года назад, но в то же время у нас появилось большее количество новых танков и механик, которых тогда не было. Ну, опять-таки, я не могу сказать, на что это похоже, потому что не играл. Патчи на песочнице выходят очень быстро. Какие у разработчиков ощущения от этого? Мы сами в шоке, в четверг выходит патч, в днем в четверг и в пятницу мы играем сами и сразу смотрим предварительную статистику. На выходных дома мы уже думаем, что можно сделать для следующего патча на неделе, этот проект поглотил нас полностью, хочется добиться действительно хороших результатов. Ну, блин, хорошо, если так, что я могу сказать, но у меня уверенности особой нет. Игра на каких танках для нас сейчас важнее всего? Игроки спрашивают, на чем играть. Странный какой-то вопрос, на чем играть. Игра на всех танках важна, мы не хотим давать задания, стремимся максимально приблизить бои к рандому. Каждый танк может быть сбалансирован только в системе, когда его окружает другая техника, поэтому играть нужно на всем. Ну, на самом деле, бессмысленный вопрос и бессмысленный ответ. Ну, он просто, как бы, ну, я не понимаю вообще, зачем он нужен. К чему за этот месяц пришли сами игроки? Игроки полюбили Маус, это очень приятно, игрокам нравятся тяжелые бронированные танки. Видимо, что многие соскучились по геймплею танкования. Еще бы! Учитывая, что его 4 года не было этого геймплея танкования, где Маус просто унижали, я не знаю, как кого, блин. Все, кому не попадет. Там 9 уровни голдой шили, арта по косарю накидывала. Конечно, соскучились по танкованию, блин. Не получилось ли из Мауса имба? Пока об этом рано говорить, танк хорош, но и геймплей поменялся, игроки не сами, не сразу понимают, что и как делать в изменившиеся условия. Необходимо время, чтобы появились новые тактики, модели поведения, после этого уже станет понятно, какие танки получили слишком сильными. Ну, общий такой ответ, да, то есть без какой-то конкретики. А легкие танки игроки благодарят за подвижность, но просят большее вращение башни и шасси. То есть они теперь как паровозы ездят, да. Кстати, меня вообще это дико бесит в игре, вот эта вот паровозность у многих машин, что они не просто не поворачивают нормально. Да, особенно у легких танков это, конечно, ужасно бы. Я не знаю, я не играл, но если это так, это просто жопа. То есть легкий танк, который не может маневрировать, то до свидания. Там хоть пусть он хоть 90 едет, все равно ему жопа. Мы тестировали такой вариант, когда у светляков вращение башни и корпуса было очень быстро. Но в таком случае они становились слишком сильными, могли закрутить почти любого соперника. Цель у нас очень простая, сделать так, чтобы танки определенной роли были в ней чуть сильнее, чем танки соседних ролей. Чтобы у каждой роли были свои сильные стороны. Сейчас ЛТ и так самые быстрые и маневренные. Еще бы они не были самыми быстрыми и маневренными. Не знаю, ЛТ на самом деле переапать довольно сложно. Вообще в принципе. Потому что у них пробитие говно, как правило. У них запас прочности слабый, брони нет. У них кроме маневренности и скорости-то и нет ничего. Даже с обзором. Ну вот сейчас там на песке, может, они что-то и сделают. А сейчас вот на основе даже обзор, это смех вообще. Играешь на ЛТ 7 уровня или 6 уровня, и их пересвечивают топовые танки. Это просто жопа какая-то. Ладно, посмотрим, что получится. Почему так изменили Фош? Игроки забросили машину, когда мы его изменили. Давно на боевых серверах. Потому что сделали неиграбельный кал из имбы. Вот они не умели, понимаете. Вот или дикая имба, которая просто трахает весь рандом и все воют. Или полное беспросветное дерьмо, которое никто никогда в жизни, в здравом уме прокачивать не будет. Вот почему? То есть они начали резать комфорт опять-таки стрельбы. То есть сведение у Фоша, я помню, на нем вообще стрелять не. Он вообще им не попадает ни в кого просто. У него ужасная стабилизация, долгое сведение и говеная точность. Ну, понятное дело, что никто это качать не хочет. Плюс ему еще броню там срезали в одном из патчей. Нам говорят то, что в песочнице ему дали 122-мм орудие. Это сделало игру на машине гораздо комфортнее. А ставить 155-мм хорошую броню мы просто не могли. Теперь же Фош стал хорошим уничтожителем. Популярность у него в песочнице высокая. И он один из тех представителей гибридных ролей, про которые на прошлой неделе говорил Антон Панков. Ну, надо смотреть, опять-таки говорю, я в песке не участвую, поэтому без комментариев. Какие еще танки такие же яркие представители гибридных ролей? Паттон и АМХ-30Б. Это машины, которые не имеют ярко-сильной стороны, но они не сильны и сбалансированы сразу в нескольких. Паттон имеется в виду 48-й. Я бы не сказал, что у него нет... Ну, ладно, короче, не буду ничего говорить. Ладно. Что подвигло так перебалансировать Е3-го? Основная причина изменения Е3-го, это то, что рядом с ним находится еще и Е4, почти с таким же орудием. И нам было необходимо развести их, придать каждой машине уникальности. Да они и так не похожи ни разу. Блин, я недавно играл с пресс-ака на Е3-м, да, но на Е4-м я вообще до этого... Они вообще не похожи. Е4, он ничего не танкует, у него брони просто нет. У меня видос есть на канале старый. Он пробивается и с ОМ-3-м в лоб, просто в башню, в скулы башни пробивая, и в НЛД. А Е3-е это самая бронированная машина в игре, в лобовой проекции, да? Как они... Они не похожи... Они внешне только похожи, понимаете? Это как... Я не знаю даже, что сравнить-то. Это... Даже аналогов-то нет. Они вообще разные. Ничего общего между ними нет. Я не знаю, зачем они, честно говоря, у Е3-му дали другую пушку. Ну ладно, просто сам... Сам, как бы... Сам тезис, он странный. Почти с таким же, да? Ну как вот... Блин, не знаю. Я просто не совсем понимаю, зачем это делать. Ладно, хрен с ним. Вот как менялась артиллерия. На старте песочницы у фугасов было низкое пробитие и сильное оглушение. Была исправлена пара серьезных багов, которые сильно влияли на геймплей. Например, на первой итерации оглушение срабатывало с максимальным временем и на самом краю поражения фугаса. Пробитие сделали таким слабым. Сперва потому, что мы хотели убрать ваншоты, а потом стали искать грань, когда фугас не может наносить большой урон бронированным машинам, но наносит хороший урон не бронированным. Ой, ребята. Понимаете, я вообще против ваншотов. То есть, я против даже если арта будет наносить свои там 1300 урона даже леопарду в жопу. То есть, я даже против этого. Потому что это все равно очень много. Они увеличили там пробитие до 40 там с копейками. И по мне это ошибка. То есть, это не надо. Арта не должна вообще пробивать. Ну, в принципе, иначе весь смысл теряется. Даже урон там, говорю, 1300-1400. Это все равно очень много. Для леопарда, то есть, если в него даже прилетит, а учесть, учесть, что у А9 еще комфорт стрельбы подняли. Даже если ему прилетит это. Ну, все. То есть, представьте, вот вы на леопарде ловите пробитие фугасом. 1300, да, урона ушло. То есть, пол хп нет. Все перекритованное в говно. Плюс ты еще стан поймаешь. Ну, опять-таки, все. То есть, у тебя желание играть пропало на этой машине. Ты хочешь просто альт f4 нажать и уйти из этого, да? Из... Уйти просто из игры, чертовой матери, подальше. Поэтому тут, как бы, сложно сказать. Ладно. Вот, игроки пишут, что оглушение слишком сильное. Да, мы услышали, эффективность его уже была снижена. Время будет сокращено уже в ближайшем изменении. А завтра мы сможем это почувствовать. Это все еще предварительные изменения. Параметры будут оттачиваться дальше. Ну, понятно, короче. Тут общий-то опять-таки ответ такой. Без какой-то конкретики. Дальше. Системные изменения, распределение снарядов, снижение бронепробития. Это самые базовые механики. Это серьезные изменения. Точно сейчас, где-то посередине между тем, что было при выходе игры... И, блин, мне звонят тут все. И тем, что на основных серверах сейчас бронепробития делают десятки приближенными по игре к ощущениям к восьмеркам. Где многие механики, такие как попадание, пробитие с расстоянием, и так есть на боевых серверах. Да, эти изменения, то, на чем строится баланс 2.0. Ну, я опять-таки не играл, поэтому не могу сказать, насколько это все хорошо или плохо. Да, но не знаю. У игроков есть опасения, что мы поменяли и то, и то. Может быть, стоило изменить что-то одно? Да, опасения есть. Проблема в том, что раньше у нас было меньше танков. При выходе игры брались машины, которые реально участвовали в боевых действиях. И на многие из них были реальные детальные данные о бронепробитии. С овводом десяток, несмотря на наличие больших исторических досье, таких данных уже не было. И нам было необходимо сделать бронепробитие более понятным и не столь эффективным. Распределение же снарядов в кругу. Это баланс между эффективностью ближнего боя и безопасностью дальнего. Экономика танков не поменяется. Даже если снаряды станет тратиться больше, кредиток и опыта по итогам боя вы будете получать столько же. Окей. Ну, по поводу точности я уже говорил, что меня в World of Tanks точность просто бесит. То есть, то, что у нас все танки мажут. Даже самые точные на больших дистанциях, они не в состоянии попасть тупо в танк даже. Вот. Но у нас такая механика в игре. То есть, если сделать танки гораздо более точными, будет задница. Поэтому, опять-таки, я не могу сказать, как это будет выглядеть. Надо играть. Артиллерия будет получать опыт и кредиты за ассисты. Нам говорят, будет. У каждого танка есть свои коэффициенты для экономики. Если светляк хорошо светит, он должен получать больше всего прибыли именно за это. Также артиллерия за ассисты. Также и тяжелые танки за танкование. Ну. Что касается опыта за танкование, они обещали это ввести еще 3 года назад. И до сих пор не было ничего сделано. Поэтому тут что-то я сомневаюсь. Они говорили, что это невозможно там сделать. Что-то одно время, я помню, было такое, что это так сложно. Там что-то экономика теряется. Там. Ну, короче, хер его знает. Что будет с премиум техникой 8 уровня? Мы очень трепетно относимся к премиум технике еще бы. Потому что вы бабло зарабатываете на этом. И понимаем ее значимость для игроков. Для игроков значимость. Стремимся к тому, чтобы минимально затронуть премиум танки 8 уровня. Геймплей этого уровня на самом деле гораздо лучше построен на боевых серверах, чем на геймплей десяток. Поэтому и на обычной технике там не будет таких изменений. Понятно. То есть говорят, что восьмерки в целом будут меньше изменены. Но при этом с премиумом... Понимаете, если они обоссут премиумы, то есть делают их говном, премиум аккаунт. То будет дикий вайн. Потому что люди тратили деньги. У меня у самого куча премиум танков. И некоторые я покупал за свои деньги. Некоторые за голду, которые давали за публикацию видео. Но у меня бомбанет. То есть если ФЦМ обоссут или еще что-нибудь. Поэтому... А у тех людей, кто вообще кучу танков напокупал, у них будет еще жестче бомбежка. Поэтому я думаю, они не пойдут на какие-то нерфы. Да, именно премиум. Почему мы меняем ТТХ, но не меняем прочность танков? Говорят, что ХП очень сложный параметр. Количество очков приносит... Прочности... Блин, что я несу? Заговариваюсь уже. Количество очков прочности напрямую влияет на процент побед. ХП не дает ощущения правильного геймплея. Броня и орудия дают эти ощущения. Ну, тут на самом деле сложно сказать. Я вообще за, если сделаю танки более живучими. Потому что, ну, это всегда приятно. Когда ты дольше живешь. Вот самый важный вопрос, пацаны. Погрешность плюс-минус 25 точно не будем менять? Нам говорят, что это можно поменять, но смысла не имеет. Эти механики составят основу игры и позволяют нам обеспечить хороший геймплей для всех игроков. Особенно сейчас позволяют обеспечить просто лучший геймплей войны. Да, на основных серверах я имею в виду. Они нивелируют пропасть между очень хорошими и очень плохими игроками. И позволяют ВБРу играть свою роль. Вот он хоть честно сказал. Я миллиард раз уже говорил, что плюс-минус 25% сделаны для того, чтобы уравнять сильных игроков и слабых. И они никогда не будут менять в меньшую сторону это значение. Потому что тогда взвоют те, кто играет плохо. Я имею в виду совсем плохо. Кто там, ну, хуже 48-47%. Потому что они вообще наносят какой-то урон и побеждают только благодаря ВБРу. Потому что им везет на пробитие, на урон и так далее. Если это убрать, то в игре начнут более комфортно себя чувствовать скиловики. Ну, или просто даже неплохие игроки, типа меня. И при этом дико будут страдать те, кто играть не умеет. Потому что ВБР перестанет им просто помогать. Поэтому они никогда на это не пойдут. Но он честно сказал, что они нивелируют пропасть между очень хорошими и очень плохими игроками. Действительно, честно сказал. Ну, за это мой респект. Премиум снаряды только за голду. Какие твои мысли по этому поводу? Это сделано, чтобы приблизить игру в песочнице к боевым серверам, чтобы на тесте не стреляли постоянно голдой. И мы видим, что процент использования золотых и базовых снарядов у нас очень близок к тем, что есть на боевых серверах. Никто не говорит, что это останется так. Ну, вряд ли они это сделают. Потому что давно бы уже, на самом деле, изменили, если бы хотели. Сейчас уже поздняк. Механика оглушения устраивает нас сейчас полностью. Говорят, что механика, как механика, она нам нравится и она нравится игрокам. Но конкретные параметры мы, скорее всего, будем менять. Я могу сказать, вот то, что если, конечно, арту бы просто убрали, это бы гораздо больше понравилось игрокам. И нравится игрокам система оглушения только по одной простой причине. Что это меньшее зло. Это, знаете, я не знаю, как вот отрубить руку или палец тебе. Что ты выберешь? Палец, конечно, да. И тут то же самое. Поэтому нравится она. Что-то я сомневаюсь, что она сильно нравится игрокам. Игроки, как показал, даже сам вот недавно 40 тонн говорил, что игроки, процентов 80 игроков танков, они ненавидят арту. То есть это факт. Он, блин, он-то знает, мне кажется, да. Он на себе это все, если радхейт ощущает. Даже он с этим согласен, да. Поэтому тут, как бы, чем сделают арту менее бесючей, тем больше будет нравиться это людям. Тут дело даже не в механике. Ладно. Роли очень сильно зависят не только от команды, но и от карт. Будут ли меняться локации? Иногда говорят, что будут, но изменить карту намного сложнее, чем танк. Это и рельеф, и окружение, и объекты, и текстуры, и много всего. Ну, вот карты надо менять. Это однозначно, особенно, в первую очередь, самое вот уконченное, да. Потому что, ну, карты, на самом деле, вот нынешние никуда вообще не годятся. То есть, ну, половина это просто неиграбельная карта. Там творится полный ад. Жесть. Ладно. Сейчас игроки на САУ это игроки поддержки. У них складывается ощущение, что они не такие полезные. Это правильное, чертовски правильное ощущение. Сплэш, оглушение, это очень полезные параметры для команды. Наши тесты показали, что команды без арты слабее и проигрывают командам с артой. Поэтому САУ стали очень важными элементами команды. Игроки на САУ, они не хотят приносить пользу команде. Они хотят ваншотить. Это факт. Поэтому все ноют артоводы сейчас из-за песочницы. Они не хотят приближать победу, помогать команде. Они хотят ваншотить. Все. Ну, или наносить большой урон. Ничего они больше не хотят. Поэтому, как бы, тут никуда ты не денешься от этого. И обращение Станислава Каргина к игрокам. Играйте, пишите, веселитесь, делитесь впечатлениями от песочницы на форуме. Вместе мы сможем сделать баланс 2.0 классно. Посмотрим, что получится. В целом, ответы неплохие. Есть действительно пара интересных. То есть, где они признают ошибки и говорят честно. Но у меня по-прежнему довольно скептическое отношение к песочнице. Надо играть, блин. Они не пускают почему-то меня, я не знаю. Но надо играть. Так, на вскидку пока. Ну, пускай делают, я еще раз говорю. Я думаю, что это долго еще продлится. Эта песочница будет, ну, мне кажется, где-то до нового года. Может быть, до осени поздней. Потому что все очень медленно. И это еще, знаете, ну, оптимистичный еще такой прогноз. То есть, это может еще дольше времени занять. Такие дела. В общем, пишите в комментариях свои мнения. Ставьте пальцы вверх, если было информативно и полезно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие ролики. И всем до скорого, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok